Музыка Перед началом фестиваля волнительная подготовка участники шесть семей из разных поселков района. Из Манзи приехало сразу две семьи. Преподаватель школы искусств Юлия Медведева за кулисами обговаривает с сыном детали выступления. Наши детки учатся в музыкальной школе. Я выступаю со своим сыном, который воспитывается нами. Мы вместе будем играть пьесы на баяне. Будет неплохо, когда все вместе соберутся друг на друга, посмотрят на свое творчество, поделятся своими умениями, талантами. Будет очень интересно посмотреть на семьи из других поселков. Фестиваль «Богучанский очаг» проводится впервые и участвуют в нем исключительно люди творческие. К нему готовились работники культуры из разных уголков района. Конкурс поделен на два направления. Сценическое творчество, где конкурсанты поют, танцуют, играют на инструментах и показывают мини-спектакли. Второе направление – изобразительное творчество. Каждый год в крае проводится фестиваль семейного творчества «Семейный очаг». И мы решили у себя на территории в Богучанах проводить отборочные туры. Здесь, в районном доме культуры, проводить семейный Богучанский очаг, чтобы потом победителей отправлять на краевой конкурс. В этом году, к сожалению, краевой конкурс отменили, но мы решили не отменять наши мероприятия в Богучанах и назвали наш фестиваль «Богучанский очаг». Сегодня здесь представлены творческие работы семей. Кроме выступления на сцене, судьи оценивали творческие работы, которые выполняли конкурсанты дома. Картины, подделки, выполненные в различных техниках, вязаные ковры, куклы – такого даже в музее не увидишь. А тем временем на сцене выступали конкурсанты. Семья из поселка Шиверский запомнилась зрителям ярким номером в стиле народного творчества, который исполнял женский семейный коллектив. Саварик, 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 как тормой на берегу. Саварик, саварик, на веселый разговор. Вернусь я в доме, смайки, печаль ручек сниму. И снова на Саварик, и я смешаю никому. Участие в конкурсе принимала семья Болоневых из села Богучанов, которые мама – педагог вокального искусства, дочери, юные певицы и солистки хора при школе искусства. В поселке Гремучий тоже есть свои таланты. Семейный дуэт Манаповых вызвал улыбки на лицах судейской команды. Ну почему на пенсии дома не сидится? Наверное, это хочется кому-то пригодиться. Закрывала фестиваль семья Коваленко-Ялышевых из поселка Осиновый. Судьи подвели итоги и распределили призовые места. Для конкурсантов этот фестиваль принес много эмоций. У некоторых участников состоялся дебют. Я помню только, как я считала, чтобы не сбиться. Ну да, мы просто планируем дальше работать вместе. Репертуар расширить. Участники надеются, что Багучанский очаг станет традиционным.